Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и этим видео я начинаю обзор финального матча 17-го чезона чемпионата шахматных движков ЦЕК, в котором встретились два принципиально разных по своей архитектуре соперника. Всем известный шахматный движок Stockfish против нейросети Lila Chess Zero, основной на принципе самообучения. Ну что ж, и выбрал я партию, в которой Lila Chess Zero играла белыми фигурами, и эта партия является настоящим позиционным шедевром, ничем не уступающим знаменитым партиям Хосе Рауля Капабланке. Итак, Lila играет белыми, Stockfish черными, поехали. D2, D4, Kf6, C4, C5 и на D5, E6. Возникает очень острый вариант структуры Modern Benoni. Черные фенкетируют своего чернопольного слона, а белые немедленно отправляют коня на поле E2, не дожидаясь связки с поля G4, конь заранее отступает на D2, откуда он готов выйти на поле C4, где он будет идеально расположен, атаковать отсталую пешку D6 и одновременно подкреплять свою собственную пешку на поле E4. Известный план, черные пока что заканчивают развитие, белые выдвигают пешку в центр, черные рокируют, и слон E2, тоже белые готовят короткую рокировку. Здесь черные могут играть совершенно по-разному, мы с вами видим, что поменялись такие ходы, как ладья E8, конь А6, немедленный ход пешки на А6, но в том числе есть и ход, который избрал в этой партии Stockfish, это простой выход коня на поле D7. Белые играют H3, на первый взгляд это избыточная профилактика, ведь поле G4 пока что надежно контролируется белым слоном, и ясное дело, что этот ход является новинкой, до этого никому не доходило в голову здесь делать ход H3, просто до этого рокировали. Конь E8, многоплановый ход, Stockfish ведет своего коня на поле C6, где он будет подкреплять маневр А6 и B5, расширение такое типичное на ферзевом фланке, и одновременно конь освобождает дорогу для пешки F, которая в нужный момент может подорвать белый центр. Ну что ж, белые пока не обращают внимания, заканчивают развитие, черные приступают к своему плану, и А2, А4, белые пока не дают черным расшириться на ферзевом фланке. Ладья B8, все-таки готовый ход B5, и белый конь выходит на C4. До этого стороны играют абсолютно логично, теперь во многих вариантах пешка на D6 чувствует себя неуютно, она находится под внимательным взором белого коня, и поэтому черные играют в ферзь Е7, избыточно защищая эту пешку и готовят тот самый маневр коня на поле C7, либо лишний раз нападая на пешку Е4, такой вот многоплановый ход, и в этой позиции Лилыча Зир играет максимально агрессивно, она делает ход F2-F4. Ну что ж, конь ушел на ферзевый фланг, и теперь белые начинают пешечный штурм в центре доски. Хочу сказать, что уже этот ход по сути является жертвой пешки. Черные могли побить коня на поле C3, после чего побить ферзем центральную пешку на Е4. Конечно, взять центральную пешку это безусловно достижение до черных, но здесь за это черные поплатились дорогой ценой, а именно ослаблением черных полей вокруг собственного короля, и белые немедленно этим пользуются игра F5, вскрывая диагональ для слона и начинает таранить позицию короля противника. Но черные могут пытаться какую-то контр-игру затеять, но конь через А5 переходит на C6, а если ему препятствуют, то белые как минимум выигрывают здесь качество, и по сути эта позиция носит уже технический характер, Лила должна довести ее до победы без особых проблем. Но Стокфиш не хочет пока расставаться с слоном, он объявляет шаг на поле D4, король отступает на поле H2, и теперь черные должны подрывать белый центр. Если сыграть F7-F5, то тоже типичный прием, белые размениваются на F5 и играют слон F3, это позиция со стабильным перевесом у белых, мы видим, что пешка на F4 хорошо очень контролирует центральные поля и не дает черным развернуться, в то время как белые могут занять центральную линию ладьей и в нужный момент начать атаку на королевском фланге, например, ходом G2-G4, позиция с серьезным перевесом белых. Поэтому не спешит, опять же, Стокфиш ослаблять пешечную структуру, он ставит коня на поле F6, как будто бы вызывая армаду белых пешек на себя. Теперь, если пешка пойдет на E5, конь спокойно отступает обратно на поле D7 и выясняется, что белые не могут поддержать вот эту пешечную армаду. Лучшее, что у них есть, это типичная, опять же, жертва пешки ходом в ферзь E1 и после взятия на E5 задвинуть пешку на F5. Опять же, желаю использовать некоторое ослабление позиций черных полей и то, что пока слона D4 не участвует в защите собственного короля. Но самое четкое здесь это разменяться на F5, поставить коня на G7, вот сбить эту самую блокаду, ладья вынуждены отходить, после чего черные запускают пешки вперед F5. И здесь, конечно, у белых есть определенные компенсации, но все-таки на победу скорее играют уже черные. Они могут отправить пешку на E4, могут заканчивать развитие фигур, много у них полезных ходов, в то время как у белых просто не хватает пешки. Поэтому не стала Лила двигать центральную пешку, вместо этого она делает спокойный ход слон F3. Согласитесь, каждый из нас мог бы сделать такой ход, но ход слона F3 также связан с жертвой пешки. Здесь нужно понимать, что черные должны спешить создать какую-то конту игру. Если дать белым время, то они спокойно сыграют ладья Е1 и подготовятся всеми удобствами движения своих пешек вперед, после чего эта пешечная армада сметет все на своем пути. Поэтому Стопфирш принимает решение побить все-таки коня, расстаться с собственным слоном и забрать центральную пешку. Здесь это уже происходит без ослабления позиции собственного короля. Пока что движение пешки на F5 невозможно, это поле контролируется слоном. Но белые играют на связку в ферзь Е1, нападая на коня. Вроде бы ничего страшного, черные играют F7 и F5. Конь надежно защищен, в случае чего его можно подкрепить другой лошадкой. И кажется, что черные просто выиграли пешку, но здесь начинается игра на удушение. Лила делает позиционный ход конь B6, блокируя пешку B7 и не давая черным проявить активность на ферзьевом фланге. Черные ставят коня на F6. C4 подкрепляют центральную пешку и одновременно открывают диагональ для своего чернопольного слона. Беда черных в том, что они никак не могут сбить блокирующую фигуру на поле B6. Например, если они сыграют конь D7, пытаясь избавиться от коня, то белые просто подкрепляют коня ладьей и появление ладьи на поле B6 для черных также очень неприятно. В будущем белые просто зафиксируют пешки ходом А5, выставят слона на большую диагональ и где-то в далекой перспективе их план атаки связан с продвижением G2-G4 и атакой на позиции черного короля, который ослаблен отсутствием вот этого самого чернопольного слона. Не стал пока Стокфиш выбивать коня с B6, он играет в слон на D7. Пока что завершая развитие, соединяя ладьи и смотрите, как плавно и постепенно Лила усиливает позицию. Ладья переходят на поле Е3, усиливая давление на коня Е4. И дальше, если черные будут продолжать топтаться на месте, например, сделают ход ладья Е8, белый выставит пешку на А5, подкрепляя коня, потом поставит слона на большую диагональ и будут планомерно готовить продвижение G2-G4. Ну вот, для примера, я вот такой вариант приведу, ферзь H4, ладья идет на Е1, и в этой позиции можно уже играть G4, вскрывая позицию на королевском фланге. Допускать ферзя к полю H8 черные совсем не могут, а в случае хода ладья H7 пешка проходит на G5, и дальше белый также постепенно усиливает позицию, ставит ферзя на поле Е1, и в нужный момент забирают коня на Е4, отыгрывая пешку и получая заметный позиционный плюс, в то время как черные полностью лишены контр-игры, конь с Е4 никуда не может отойти, и невооруженным глазом видно, что черные в полном парте. Не хочет Стокфиш для себя такой участи, и он всеми силами пытается отвлечь белых от игры на королевском фланге, для этого он жертвует пешку ходом А5. Ну что ж, ферзь отвлекся, забрал эту пешку, теперь после ферзь D8 конь связан, белый выставляет слона на большую диагональ, и H4, черным хотя бы удалось зафиксировать поле на G3, теперь белые пешки разрозненные, и движение G2-G4 предотвращено, но все-таки за это пришлось поплатиться пешкой, и белый сохраняет позиционный перевес, сдваивается по линии Е, переводит ладью на B3, и здесь очень интересный позиционный ход, кажется, что чернопольный слон очень силен, он не имеет оппонента, пробивает всю большую диагональ, но именно в этот момент Лила разменивает этого слона на одного из черных коней, и играет в ферзь D2, оказывается, что теперь пешка на H4 может оказаться слабостью, белый готов атаковать ее ферзем. А5, пока что не спешат белые, фиксируют ферзевый фланг, ферзь идет на F2, и здесь, конечно же, стокфиш ищет активный концу игры, он играет G5, пытается наладить активную игру, белые разминивают коня на слона, и играют слон H5, вынуждая ладью покинуть поле F7, ладья отступает на F8, и теперь грозит просто выигрыш ферзя, конь встает на поле F6, и мы видим, что первое удачное решение, это пешка D6, которая является слабостью, но пока что брать ее нельзя, конь идет на поле Е4, поэтому ферзь Е2, уходя из подсвязки, черный встает на H6, допадая на слона, слон отступает, и G4, очень агрессивно играет стокфиш, но объективно эти нападки приводят только к ослаблению позиции черного короля, белый спокойно отступает слоном на поле H3, и мы видим, что черный король полностью раскрыт, белые ладьи главенствуют по доске, пешка B6 и D6 очевидные слабости, и конь не имеет опорных пунктов. Последовал шаг, и переход вот в такой вот эндшпиль. По сути дела, дальнейшая часть партии является примером идеальной техники белых, мы видим, что, во-первых, они располагают ладью на B6, где она атакует обе черные пешки и связывает черных защитой, обе теперь черные ладьи расположены на пассивных позициях, потом сдваиваются по линии B, забирают на B7 с шахом, защищают свою проходную пешку по краю, сбивают блокаду, двигают пешку до A6. В общем-то здесь по-разному можно выигрывать, давайте просто насладимся идеальной техникой белых. Ладья Е5, такой издевательский ход, подставляя ладью под бой пешки, бить, конечно же, нельзя из-за связки по 6-му аяду. Потом белые переводят слона на отличную позицию на C2, объявляют шах и вот уже здесь забирают наконец-то пешку D6. Черные хотели бы получить контро-игру, сыграть ладья F1 и с идеей поставить белому королю неожиданно мат, но на это белые заготовили шах с поля G6, жертву качества и в этом эншпиле слон и Т3 пешки оказываются сильнее, чем ладья. Например, на ладья А1 играются король F4, потом король спокойно приходит куда-то сюда, съедает пешку на C5, и слон и две связанные проходные должны легко выиграть встречу. В партии последовал ход ладья А7. Слон D3 обрезает полностью черного коня, король F4, ладья обрезает теперь короля, не дает ему подойти к слону. Король улучшает свою позицию, выходит на поле F2, на F3 теперь выходит, на Е3, идет на ферзевый фланг, и оказывается, что против движения белого короля нет защиты. Король приходит на подмогу собственной пешке, съедает еще и пешку C5. Здесь уже абсолютно ясно, что у белых выиграно, черные продолжают безнадежное сопротивление. И вот очень интересный момент, обратите внимание, белые могут выиграть просто как угодно, могут они даже отдать ладью за коня, это поведет также к победе. В общем, по сути дела, любой нормальный ход, можно вести короля к пешке, и тоже это поведет к победе, но посмотрите, насколько издевательски играет Лила. Она как будто бы дает черному контра игру, жертвуя пешку ходом G3. Дело в том, что если побить на G3 пешкой, но бить королем нельзя, король должен защищать коня на Е4, а на взятие пешкой слон занимает большую диагональ, сбивает коня с поля Е4, и потом ходом D6 белые открывают диагональ, и вот уже готов новый ферзь на поле А8. Поэтому пытается черный воспрепятствовать появлению слона на большой диагонали, но следует взятие на H4, и у белых уже 4 лишние пешки. Продолжает сток фиш сопротивления, белые разминивают слона на коня, ну и здесь уже абсолютно ясно, что белые выиграют, их проходные пешки ползут вперед, и черные здесь ничего не могут сделать. В этой позиции был присужден выигрыш белых. Такая вот идеальная позиционная партия, на выходе из дебюта Лила пожертвовала центральную пешку, без какой-то конкретной тактики, без атаки на короля, но потом полностью заблокировала активные возможности сток фиша, нигде не дала ему активизироваться, и просто удушила своего соперника. Кому понравился обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить будущих обзоров. А с вами был Евгений Шувалов. Колокольчик, чтобы не пропустить.